Привет, вы смотрите Тест ТВ ЗОЖ, с вами Надя Лаптева и Полякова Алина. Напоминаем о том, что ЗОЖ это здоровый образ жизни. Да, мы не за худые такие вот скелетные тела, а мы просто здоровая, нормальная. Сказала Алина, которая весит 30 килограмм. Чуть побольше. Что мы сегодня делаем? Мы сегодня делаем потрясающий смузи, мы вообще поняли, очень любим блендеры, потому что ничего не надо кипятить, готовить, жарить, парить. А почему мы начинаем не с зарядки, скажи мне? А потому что сегодня идет дождь и хочется немножко что-то украсть, настроение вот такими ягодами, витаминами, зарядиться и впуститься вперед. Но зарядку мы сделаем обязательно, а одновременно, точнее хочу сказать параллельно спасибо большое Рити Лав, очень красивое, во-первых, ник, красивое имя, за то, что вам понравилась наша программа, за то, что вы написали об этом и в общем даже уже сделали или, я надеюсь, уже сделали наши эти колобочки. Вам, надеюсь, понравились они? Да. Иван Иванов, уважаемый, просим сегодня смотреть опять на нашу программу, потому что этот смузи будет посвящен вам. Мы, как вы поняли, не за скелеты, мы за нормальных людей. Не, мы вообще не говорим о том, что мы прекрасны и мы правильны. Кто сказал, что каждый человек должен быть обязательно, как в прошлый раз мы говорили, 90-60-90. Это какие-то навеянные стереотипы, журналами и телевидением. Мы хотим это все развеять, рассеять и сказать о том, что надо быть прекрасным в своем теле и гармонично себя чувствовать. Именно поэтому мы любим себя такими, какие мы есть. Да. И хотим, чтобы вы тоже себя полюбили. У нас даже, обратите внимание, банан сегодня улыбается. Он улыбается практически всем, ребята. Смотрим на банан, вот он улыбается. Можем тогда начать с банана. Как правильно выбирать банан? Потому что мы знаем, что вот эти бананы зачастую довозят до нас в газовых камерах. Вот откуда ты все это берешь? Откуда ты все это берешь? Потому что я чокнутая, я помешанная, маньячка. Давай, расскажи, как правильно выбирать банан? Во-первых, по запаху чувствуешь, он уже пахнет бананом. Бывают бананы, которые не пахнут. Да он вообще не пахнет. Он пахнет. Я вот чувствую, что он пахнет коробкой, в которой он лежал и долго ехал к нам из Мадагаскара. Теперь мы увидим, насколько этот банан будет прекрасен или нет. Открываем банан. И что ты видишь? О, воистину, это шикарный банан. Большое спасибо, кто сегодня его купил. Спасибо, потому что банан идеально. Вы видите, он без черных точечек. А ты знаешь, что черные точки это семена? Черные точечки это семена, которые должны быть тут черные точечки. Ребята, а у меня вторая часть банана с точечками. Это что, не идеальный банан? Нет, одна точечка это семена как раз. Но если бы были точечки, где у нас? А, проточенные такие. Проточенные, то есть вокруг жалко не принесла. У меня дома как раз сегодня был такой ужасный банан, поэтому не могла позавтракать. И мне понятно, мы, кстати, начинаем сегодня с завтрака, потому что... Ну хорошо, я не завтракала, тоже ждала нашего завтрака. Итак, у нас идеальный банан. Идеальный банан, потому что он без точечек. Банан это уникальная вообще штука, фрукт, потому что в нем настолько много калия и настолько много витаминов, что он вам дает энергию. Что я сейчас его уже съем. Давай, зашел его в блендер. Он дает энергию на весь день. Кстати, все спортсмены едят по два банана в день обязательно. Да, и так как я уже говорила о том, что я занимаюсь гольфом, ребята, я с собой беру банан, потому что именно банан способен возместить мне расход энергии, который мне необходим в поле, когда мне негде взять еду. Витамин C обязательно. Вишня. Давай, дай ее попробовать. Она с косточкой? Нет, она сегодня без косточек, надеюсь, без червяков. Да, без червяков очень вкусно. Потому что она была замороженная. Обалденно! Зачем вообще какие-то сорбиты покупать? Подожди, а как ты знаешь, что она без червяков? Потому что не... Ну она замороженная, она там уже, знаешь, нормально. Вообще замороженная ягода сохраняет столько же витаминов, сколько и натуральная. Поэтому замороженую я бы покупала вообще круглый год. Мы используем именно замороженные ягоды здесь, потому что, вместо льда, чтобы они лучше там миксировались. Давай побольше добавим. Давай все. Что уж тут? Нет, ну не все, а я хочу поедать. Давай, я поняла, что это. Клюква. Клюква вообще, да, антиоксидант. И самое главное, ребята, это все просто купить в магазине в любом. Вы можете прийти куда угодно. Клубников, да. И все это продается в замороженном виде. Чернику, любую ягоду выбирайте, пожалуйста. Во-первых, цвета всегда поднимают настроение. Да. Вот. Моя любимая овсяная крупа. Помнишь, мы в прошлой программе про нее говорили, овсянка вообще незаменимый, да, сочин калия. Да. Он очищает ваш кишечник. И витамина В. И витамина В. Добавим несколько ложек. Ну, это для завтрака нужно уже, Пашка. Творог, потрясающий творог. Тоже одну ложку добавляем. Кстати, этот завтрак очень хорош как взрослым, так и детям, потому что, как мы знаем, дети не всегда любят смешивать все ингредиенты, не всегда едят кашу по утрам, творог, ягоды. Ну, если мы сделаем из этого дела смузи, поверьте, ваш ребенок будет облизываться. Да, и можно видеть, что это какой-нибудь милкшейк, например, назвать его. Да, да, это такой классный смузи. Кстати, у нас почему-то во многих местах смузи до сих пор не умеют делать, он какой-то очень жидкий получается. Смузи – это густой напиток. И холодненький. Холодненький. Хорошо бы. Что это такое? Натуральный йогурт. Кстати, банан, опять же, хорош тем, что он… О, Азик уже почувствовал еду. Да, он очень… Может, дашь ему немножко чего-нибудь? Не знаю, Азик, ты хочешь что-нибудь? Давай. Скажи, мама. Мама, скажи. Папа! Скажи, мама. Ну, быстро. Говори, вся страна смотрит. До свидания. Вот так вот. Ну ладно. И у тебя половина упала. Хорошо, да. Мне кажется, сейчас он как раз все хорошо имеет собаку, а она все бушенка слижет с пола. Ну, рассказывай, дочь. Да, про что мы говорили? Про банан, что я против сахара. Мы говорили не про банан. Нет, мы говорим сейчас про банан, что я против сахара. Но в банане натуральный сахар как раз, который посластит наш смузи. Потому что сахар, как мы знаем, белый. Да? Это, видимо, я сейчас ты про это скажешь. Ребята, самое главное, я вам хочу сказать, что в этот смузи можно добавлять все что угодно. Любые ягоды, любые фрукты, но я уже вижу. Сельдерей любимый, нелюбимый детьми, любимый взрослыми. Да, и йогурт можно выбирать по вкусу. Собственно, экспериментируйте. Нажимаем на кнопку. Спасибо. Так, смузи? Да. А тут, кстати, есть специальный смузи. Да, хорошо. Класс. О, красиво. Красиво. Ой. Песня. Слушай, запах какой идет, потрясающий. И самое главное, что вот это натуральный йогурт, в отличие от того, что рекламируют обычно. Да, потому что хотели бы обратить внимание, что очень часто, когда вы покупаете в магазинах йогурт, если посмотреть на этикетку, там очень много сахара, какого-нибудь крахмала безумно вредного. Не какого-нибудь, а там сплошной крахмал, особенно в обезжиренных йогуртах. Да. В общем, нельзя. А, кстати, про обезжиренные йогурты тоже надо поговорить, насколько они вредны. То есть там никакой пользы нету. Я думаю, что нас поймают в конце программы производители обезжиренных йогуртов где-нибудь в подъезде. И скажут, девочки, молодцы, мы понимаем, что это факт. Это правда. Давай, давай уже пробуем. Подожди, а надо еще доделать. Ну, немножко еще. Эй, эй. Это я выключила, потому что ты ж жал очень громко. Ой, теперь готово. Я немножко не доделась, потому что у нас такие замороженные ягоды были. Да, понюхай. Понюхай, понюхай. Ой, пахнет вообще колоссально супер. Класс? Да, супер, супер, супер. Вот, столько витаминов сейчас будет в одном стакане. И самое главное, он питательный, он сытный. Да, и мы используем 6-процентный творог, потому что именно жирный творог, он полезен для организма. Там весь кальций усваивается, в обезжиренном ничего у вас не усваивается. Круто, немного, нет? Нормально. Да, оп. Я предлагаю сегодня угостить нашего потрясающего оператора. Да, и ребята, напоминаем о том, что уже можно писать на ютубе свои какие-то комментарии о том, сколько вы весите, или как вы себя чувствуете, и что бы вы хотели изменить, или не хотели бы изменить. Просто поделиться своей какой-то историей. Мы обещаем это тоже откомментировать, да? Да, может быть, вы даже как-нибудь к нам в гости придете, мы будем вместе с вами дегустировать вот эти потрясающие напитки. Можно попробовать? Можно попробовать, но я бы хотела прежде еще сегодня дать нашему оператору вот этот напиток. Потому что, понимаешь, мы-то можем с тобой говорить, что... Повезло вообще круто. Да, что хотим. Тихо. Сейчас, ну, пей, пробуй, что я. Пробуй, и кивай, и не кивай. Сейчас такой... О, нет, вот это вот показал. Показывать, что вот. Сейчас увидим, если картинка улучшится, значит, смузи работает. Я знаю, что Алина перед этим дала ему 100 рублей, и сказала, обязательно вот так покажу. Чего, кособую? Да, давай. На наших теледрителей предлагаю. Давай. Ммм. Ой, вкусно, да? Очень вкусно, вообще песня. Лучше мороженого любого. Очень песня. Самое главное, что банан дает такой какой-то оттенок приятный. Ягоды совсем... Я люблю кислые, но он в меру кислый. Он идеальный, мне кажется. Конечно, идеально, ты делала. Он холодный, там есть ворох, там есть каша вообще. Вообще, Азик у меня сейчас просто раздерет все новое. Причем, что это можно есть и утром, и вечером, и днем. Да. Здесь такая диета в Америке, когда они целыми днями питаются только смузи. Реально худеют. Дураки. Ну, они дураки. Ну вот, и мы будем смузи есть на завтрак. Это быстро. Ребята, это очень вкусно, вообще классно. Если честно, я могу сейчас есть. Но у нас еще зарядка, поэтому я все есть не буду. Давай еще по ложечке, может быть, на зарядку, на рекламу. Давай по три. На рекламу будем переходить? Я не знаю, мы переходим на рекламу? Видимо, переходим. Сейчас мы идем на рекламу, доедим еще четыре ложки и будем делать зарядку. У меня уже закончилось, поэтому, может, ты со мной поделишься? Типа все. Итак, мы продолжаем. Многие думают, что после вкусного завтрака трудно будет заниматься. Но после нашего смузи, наоборот, будет легче, потому что нам даст много-много энергии. Но мне немножко, кстати говоря, тяжеловато. Я люблю делать все-таки зарядку до завтрака, но даже можно сделать ее иногда и после, наверное. Наденька, давай тогда расслабим твой животик немножко. Давай. Потому что часто... Что ты имеешь в виду? Ты имею в виду расслабить живот, чтобы тебе стало легче дышать. Ой, обрати внимание, что я сегодня в свободной одежде, как ты просила. Ты молодец, прекрасно. Давай. Так вот, мы ставим руки вот на эти места. На верхнюю часть начала ног. Кто-то что-то понял? Ладошками. Ставишь туда, давишь, прямо давишь ладошками. И вытягиваешь поясницу. Нижней частью окончания рук давим на верхнюю часть. Вот, первый палец. Хотя первый палец у нас отвечает за шейный отдел, поэтому если у кого-то болит шея, надо просто вытягивать вот этот первый палец, сдавить на него, вот на эти вот точки. Так, давай, ноги, шея будет проходить. Нет, так заодно, и поэтому мы вот этой вот стороной давим вот на эту вот область. Начало ног. То есть вы параллельно, одинаково расслабляете и шею, и ноги, и сейчас расслабим живот. И ты давишь, вдыхаешь через нос, выдыхаешь. Можно к тебе подойти? Попробуй. Да, ты давишь. Я давлю. И пытаешься вот шею от поясницы расслабить вперед. Шею от поясницы расслабить вперед? Шею. А, ты когда говоришь шею, давишь туда. Нет, а я пойду, где у меня там шея. Отквод от поясницы, да, идешь в шею. О, да, потянулась, как у жирала. Чувствуешь? Да, вот, и как жирафик. Идешь вперед. Да, я вот, я всегда, раньше было метр семьдесят, сейчас метр шестьдесят восемь. Сейчас чувствую опять метр семьдесят. Супер. А чувствуешь, как живот расслабляется? Еще как, он уже расслабился. Вот, и вот мы дышим, продолжаем дышать. Слушай, у тебя даже спина стала вытягиваться. Ой, слава богу. Смотрите, это как у детей. У них же идеальные ровные спины. О, ребята, у меня идеальная ровная спина. Да, кстати, изостаопатия. Да. Мы порой ходим к этим мануалам, к врачам, думают, что они нам помогут. Безусловно, в первой ступени человек помогает врач, но затем ты сам начинаешь себя рушить. То есть как, чем? Скрещиванием ног, скрещиванием рук. Да, да, это очень все вредно. Да, это все очень вредно. То есть главная задача, на самом деле, это просто научиться ровно стоять без скрещиваний. Как это делают люди до 5 лет, а то есть дети. Да. Хорошо, сделали. Выпрямили шею, вытянули. Выпрямили шею, спину. Чувствуешь, как расслабиваешься? Конечно, я прямо мега идеально понимаю. После этого, да, я вижу, что у тебя даже поясничка немножко втянулась. То есть главное, да, вот поясницу не вот так вот вытягивать, а вот ее поджимать вниз. И делаем небольшие приседания. То есть не надо идти к полу очень низко. То есть вот как ты можешь. Как вы можете, да, руки. Лягушечку такую. Да, и вперед. Я люблю вот так делать. Ты любишь так, как йог настоящий. И держим, и тут уже дышим. Да, то есть вот эта статика, она безумно полезна, потому что все мышцы в напряжении. Попа в напряжении, поясница вытягивается. Кстати, как раз, по-моему, Лав, как... Рита Лав. Рита Лав, да, говорила о том, что она бы хотела услышать несколько упражнений про вытягивание спины. Потому что спина – это основа нашего тела. Нет, это кто-то другой, мне кажется, сказал. Ну, неважно. Да, люди просили поговорить про проблемы с позвоночником. Я думаю, что можно даже отдельную программу про это сделать. Про то, как заниматься, если есть сколиоз, или какую сделать профилактику сколиоза. Ну, главная профилактика сколиоза как раз, она и обращается к мануальной терапии, чтобы думать осознанно, что и как ты себя ведешь. То есть за завтраком перестать сидеть вот так вот криво, да, вот как вот на уроках дети там пишут справа. Да, не смотреть телевизор лежа. Вот, а просто научиться вот чувствовать вот эту землю и дышать, и принимать ее из себя, какими бы есть, какая она есть. Но кроме ощущения земли, надо еще сказать о том, что профилактика сколиоза является плаванием. И отжимания, ребята, вот мои любимые отжимания. Может, отожмемся тогда? Да, отожмемся. И, кстати, а вы знаете, как надо правильно отжиматься? Ну-ка. Ну-ка. Ну, во-первых, надо руки поставить на ширине плеч или даже чуть выше. Обязательно вот так вот правильно поставить руки, да, чтобы большие пальцы смотрели, я не знаю, как там, по диагонально. В общем, в пол. В ушам, ну, в пол, ну, в любом случае. Ой, ты можешь прямо так, нет, я с коленом. Вот, и отжиматься очень часто, смотрела, все как-то вот так отжимаются, и все. Отжиматься нужно прямо вот так вот, ой, носом. И потягивают. Да, вот так вот отжиматься. И ты знаешь, все хорошо делать очень медленно и с дыханием, потому что при медленном упражнении у вас лучше работают все мышцы. Слушай, я делаю быстро, ну, относительно. Вот ты права, что надо делать медленнее. Чтобы прорабатывать каждую мышцу. Да, и ты знаешь, ой, хорошо. Ну, неправильно это делать без разогрева, надо было разогреться, конечно. Но отжимания у тебя развиваются и грудные мышцы, и руки, и спина. У тебя спина просто, корсет выстраивается, и начинаешь ходить по-другому. Я стала отжиматься, у меня спина стала намного лучше. Ты знаешь, интересно, кто-то у нас прокомментировал про то, что мы немножко к эзотерике обращаемся. А как без нее жить? Потому что вообще-то эзотерика, она везде нас окружает. То, что происходят какие-то явления, это же тоже все и физика, и эзотерика. Порой мы что-то планируем, а осуществляется все совсем наоборот. Я не говорю там про какие-то мега эзотерические вещи, но абсолютно точно что-то в космосе летает. Как ты думаешь? А ты с кем сейчас разговариваешь? Видимо, с каким-то невидимым человеком. Итак, сделали, что еще будем делать? Так, поясницу расслабим. Да, давай расслабим поясницу. Потому что после того, как мы ее вытянули, то есть опять же мы вот этими частями, да, нашими руками беремся, где вот поясница находится. Так, копчик. И первыми пальцами пытаемся ее отпустить. То есть мы первыми пальцами беремся за поясничное дело, где у нас поясница. Адик сейчас проверит. О, спасибо. Давай. И ты оттягиваешь вот этими пальцами вниз поясницу. В свой крестец, копчик. А, да, поняла. Чувствуешь? То есть вы нащупали крестец, копчик, и вот его как бы оттягиваете туда, вот вниз. Ха, самое интересное, что все, кто стоит сейчас за камерой, все взяли, вот все слушают Алину, все взяли руками своей поясницы и пошли оттягивать. Слушай, здорово работает. Я смотрю, куда-то люди пропали. Залезай на меня. Давай будем вместе оттягивать. Залезай. А, залезай, отлично. Слушай, хорошо, Митя. Ну, залезай быстро, давай. Давай, и сиди ровно, чтобы я оттягивала. У меня дома живет Корги. Это между овчаркой и таксой. Такая маленькая смешная лисичка. Может быть, когда-нибудь я ее приведу в эту программу. Если твой пес разрешит. Конечно, разрешит. Так, мы оттянули поясницу с садиком, очень отлично. Что еще делаем? Оттянули. Грудной отдел. Очень повезло, когда есть пара. Например, как мы с тобой сегодня. То есть, да. Ты можешь сейчас лечь на свой живот. Ой, после смузи легла. Слушай, ну ты уже оттянула. И? И что сделаешь? Только не наступай на меня. Не волнуйся. Не наступай на меня. Я не разрешаю. Вот, то есть, очень важно. Второй человек оттягивает поясницу вниз. Опять же, вот этот копчик, да? С которого тут по кундалини-йога должен идти огонь. Он идет. Он идет? Да. Вот. Кто там смеется на заднем? Ну, огонь должен идти. И оттягиваете вперед, да, вот поясницу. Да, только не порви мне ничего. И лопатки. То есть, вы своему другу дома. Или подруге. Или дочке. А мне, кстати, приятно. Давай. Конечно, тебе приятно. По-другому быть не может. Огонь пошел. Вот. Огонь пошел. Супер. А у вас огонь идет? Уверена, что да. Поэтому пишите нам, пожалуйста, подписывайтесь про свой огонь. Вообще, как его, что он загорался в одну секунду. И жить вам прекрасно. Мни меня. Мни меня. У нас тут программа телезрительная своя. Мни меня. Мну тебя. Приходите, побудете помять Надю. Иван Иванов, например, вы приходите. У меня зарядка лая для того, чтобы как раз быть в хорошем самочувствии. Понимаешь? Самое главное, между прочим, ведь позитивные эмоции, мы про них уже говорили, позитивные эмоции очень много дают. И когда ты в хорошем настроении находишься, да неважно, делаешь ты что-то или не делаешь, вот я даже плачу от смеха. Мне уже хорошо. Такое ощущение, что я уже... Ты знаешь, что от этого худеет, от позитивных эмоций как раз? А я похудела. Я вот чувствую прям, что минус килограмм. А вы чувствуете, как в эту погоду теплую как раз, в принципе, делать ничего не надо. Потому что поры сами открываются, все ненужно и уходят. Ну дави еще. Еще давить? Ну давлю. Сегодня, кстати, убывающая луна. Да. Убывающую луну как раз хорошо очищаться. Вот. Да. Я практически уже чистую. Вот, а еще сегодня дождь. Дождь, это еще прекраснее. Так вот, вот эта проблема очень важная. Какая проблема? У меня нет никакой проблемы. У тебя есть небольшая. Нет там проблемы, это мышцы. Хорошо, это мышцы, которые надо научиться расслаблять, потому что они чуток напряжены. Это крылья. Да, и если ты найдешь, например, своего пса, который сможет тебя вот тут надавливать, да, и вы вот видите, можете друг друга спасать. Я могу не только пса попросить, я еще кого-нибудь. Но самое интересное, что как только мы научились здесь находить проблемные зоны, мышцы, зоны, вы точно так же можете установить свои пальцы. Я уже к себе перейду. Дай-ка я тебе что-нибудь подавлю. Давай, сейчас я покажу. Вот видишь, можно перейти на свой коврик уже самому лично, взять первыми пальцами и начать вот... Ложить. Чувствуешь, как хрустит даже, и надавливать на свой позвоночник. Даже страшно как-то. Вот раз. Я даже боюсь тебя трогать. Смотри дальше, что можно сделать. Можно взять косточками между лопаток, где идет позвоночник. Вот так вот вставляем. Внимание. Положимся аккуратненько. Так вот аккуратненько ложимся. И лежим. Нет, не лежим. О, круто, мне нравится. Слушай. Вот так вот на своих костяшках мы ходим вдоль нашего позвоночника. Главное кольца снять. Ну, это уже следующее. Можно оставаться в своих кольцах. Чувствуешь? Не чувствую, но... То есть вы берете вот этими вот костяшками, да, и вы аккуратненько вот так вот на них начинаете. Помните, как в прошлой программе мы катали мячи? Да. Это уже следующее, да, после мячи очень хорошо прорабатывать. Вот вы кладете и вот так вот начинаете вот так вот раз попрыгивать немножко на своей спине. И у вас получается просто такой-то мини-самомассаж. То есть в принципе особо даже массажиста не нужна, потому что массаж очень важно найти человека, которому будет комфортно, да, который тебе будет отдавать свою энергию, вот, а не забирать ее. Как это порой происходит. А ты сейчас у меня забрала или отдала? Нет, я тебе безусловно отдала. Точно? Конечно, ну ты что, ты чувствуешь, что тебе хорошо сейчас? Про огонь я помню, а все остальное мне хорошо. Да, значит, ты тебя отдала. А сейчас забираешь. Нет, я не забираю, что мы всегда отдаем и забираем, это нормально. Вот, может быть, ты что-то покажешь? А я покажу, а у нас есть время показать еще маленькую зарядку? Маленькую есть. Да? О, отлично. Ребята, я вам покажу свою зарядку. Значит, вообще теория моей зарядки заключается в том, что самое главное что-то делать. Если, например, вы сидели на диете и потом все бросили или не сидели, самое главное проснуться и сделать зарядку. Это вот просто обязательно. Как вам было лень или не лень? Моя зарядка заключается в том, что я делаю все, ну сейчас уже по-другому, но раньше я делала все по 8 раз. То есть мои упражнения были по 8 раз. А почему именно 8 раз? Почему 8? Потому что 5 это мало, а 10 это много. Те, кто ленивый, меня поймет. Ну вот 10 это реально много. Давай показывай. Показываю. Поэтому сначала нужно встать, но я не буду вставать на ноги, я буду делать на коленях, но представим, что мы стоим. Сначала нужно просто проснуться и сделать вдох. Да, раскрыть легкие. В йоге называется «Здравствуй, солнце». Вот раз, о, ребята, я, видимо, йог, потому что я всегда здоровалась солнцем. Я вот абсолютно все, я не знала об этом. То есть мы здороваемся, делаем вдох и выдох. А ты знаешь, Надь, как раз очень много упражнений идет от себя. То есть, в принципе, я против порой всех этих гуру, учителей, потому что они тебе навязывают твое, их личное. А человек должен вырабатывать свою привычку, то, что ему хочется делать, как ему комфортно чувствовать себя из глубины души, как у тебя, видимо, это и происходит. Дальше. Ну это такая минимальная зарядка, которую я делала раньше. Еще раз повторюсь, сейчас я делаю немножечко другую зарядку. Дальше мы вытягиваем руки и делаем повороты. Мой дедушка 85 лет, я тоже самое делаю. А, между прочим, это очень крутое упражнение. Он это делает каждый день на протяжении всей своей жизни. Да, и вот вы сделали 8 раз в одну сторону, 8 раз в другую сторону. У вас тянутся руки, у вас тянется спина, и вы, в общем, потихонечку просыпаетесь. Да, главное же это повторение. Да. Как это репетет. Дальше вы делаете вот такое движение. Раз, два, два. Нет, ну не вот так вот. Это лягушка хэллоу. Не лягушка хэллоу, а мы делаем из сводьи лопатки. Слушай, а что это за шрам? Как будто коню кусил. У меня коню кусил позавчера. Реально? Лошадь, да. Кстати говоря, если к вам в городе подходят девушки с лошадьми, предлагая покататься, будьте аккуратны, лошади кусаются. Позавчера как раз хотела прокатиться. А что ты делаешь вот это такое, буратино какое-то? Я с тобой. Нет, руки надо. На самом деле твоя собака мне лижет ноги, я уже улетела в какой-то космос. Да потому что у тебя все. Вот, ты приводишь руки активно. Кстати, вот это очень хорошее упражнение называется полет. Мы его сделаем в следующей программе. А сейчас мы делаем 8 раз вот это вот, сводим лопатки. Это что ты делаешь? Я тебе говорю хэллоу. Ура. Но те, кто меня понял, все-таки мы делаем его правильно. Дальше мы ставим руки. Пресс? Нет, мы делаем такие наклоны. Это, между прочим, полезно точно для раскрытия левого и правого. А когда вы сделали так 8 раз, вы делаете в одну сторону. Раз, два, и то же самое, потом в другой. Восемь. Но фактически все. Вверх мы сделали. Хорошая зарядка, мне нравится. Так она крутая, ребята. Она реально крутая, потому что не надо... Кто говорит, что зарядку надо делать час? Да час никто ее не будет делать с утра, потому что в итоге вы бросите. А тут вы проснулись. Дальше что мы делаем? Мы можем. Дальше... Не хотела уже вставать, смотри. Ну все же, ну встали. Ну встали. Ну встали. Вот это, кстати, самая важная часть. Когда вы просыпаетесь, дать себе возможность вот плентяйничать, вот сделать то, что хотите, а потом почему-то вот уже само идет. Ну вот только стоит начать. Дальше просто потянуться так же вниз, да? Обычно. Еще... О, кстати, из-за этого, знаешь, просто раз мы потянулись вниз, очень хорошо собаку сделать. Вот. Ну ты сделай собаку, я буду не делать собаку. Собаку очень хорошо. Если она учится правильно, кстати, делать собаку. Хорошо, если вы достаете руками до пола, если вы совсем достаете, можете кулаками достать до пола. Очень полезная, хорошая растяжка. А какая разница между кулаками? Ну попробуй пальцами достань, даже легче, а дальше кулаками. У тебя сокращается расстояние. Так вот, не хочешь собаку любимую сделать? Ну давай собаку. Не, не хочу собаку сделать, там огонь опять выйдет, поэтому... Огонь выйдет, точно. Если правильно сделает собаку. Ну вот пока Надя не хочет делать собаку, так быстро сделай, потому что нет, огонь вышел, а у меня только разжухся. Вот, видишь, собака твоя мне помогает как раз делать собаку. Альдик, делай собаку. Важно в собаке поясницу опять же тянуть назад, а туловище тянуть вперед. То есть в принципе в любой гимнастике надо соблюдать вот эту ось, как у Леонарда Да Винчина, да? Он, вот этот крест, то есть сечение туда вверх и по горизонтали, вертикально-горизонталь. И чувствовать, что как бы у вас лево и право все-таки находятся в одной плоскости, в одной горизонтали. Я не знаю, с кем ты сейчас опять разговаривала. Но это было очень интересно. Я вот с любимыми, дорогими людьми разговаривала напротив. В общем, по большому счету моя зарядка закончилась. Это для тех, кто хочет только начать делать зарядку. Потому что я знаю, что если самое сложное это начать, вот поделайте такую зарядку хотя бы неделю. Когда вы ее поделали, дальше вы можете добавлять. Вы можете добавить пресс. Это вот такие упражнения. О, это я вот тоже хочу с тобой поделать. Да? Причем ноги здесь немножечко согнуты. Наверх вы поднимаете и опускаете не до конца. Поднимаете. Не сгибаешь вот так вот, а именно чуть-чуть согнуты, да. И опускаешь. Так можно сделать, например, 10 раз, да? А потом вот так вот держишь ноги, тоже считаешь до 10. Нет, ниже, 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 ниже. Еще, 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 еще. Вот так и держишь. Знаешь, кстати, в этом случае, у тебя поясница-то не поднимается? Нет. А у меня немножко поднимается, а это неправильно. Надо контролировать. Да, вот очень важный момент, чтобы поясница была всегда прижата. Тогда будет намного тяжелее. Да. И, кстати, все наши упражнения, мы хотим обратить внимание, можно делать, в принципе, и без формы. Потому что это упражнение можно сделать вот просто. Поготовил, отошел, подержал ноги. Так и самое классное. То есть не надо целый час пахать в этом тренажерном зале с потными людьми, а можно просто спокойно выйти, там, знаете, подержать ногу. Кстати, классное упражнение тоже пока обычно готовлю это делать. Сейчас ты сейчас пистолетик, что ли? Нет, я вот так вот держу ногу. Вот, а нам показывают крест, вот этот, который против все мануалы, ее стопаты. Но сегодня мы понимаем, что значит, надо идти уже готовиться в следующей программе, поэтому спасибо, кто нас слушал. А, я думаю, с кем ты опять разговариваешь? Ты про этот крест. Подписывайтесь на Тест ТВ и пишите нам. Да, ребят, смотрите наш канал, комментируйте на Ютубе. Может быть, мы говорим какие-то непонятные вещи или смешные вещи, интересные или интересные. Но они все от нас. Мы хотим об этом знать. Увидимся. Пока. Пока.